Фразы исключительно на губные основы. Гой гюпэ, гюпэс. Да. Ухи, а туз, коракас. Да, у нас есть тут два слова на губные основы. Гюпс, пс. Видите, у него в косвенном падеже, точнее, это не косвенный падеж, но это прюралис. Там букву пэ. Все видят, да? Гю, пэс, пэ, пэ. Но в словарной форме пси, гюпс. Гюпс – это коршун. Коршун – хищная птица. То же самое со словом коракас. Вы видите капу в косвенном падеже, но на самом деле в номинативе там кс. Кс. Коракс – ворона. Значит, гюпс – это коршуны, коракс – это ворона. Что получается? Так, сейчас я смотрел перевод. Слово «диоку». Диоку. Перевести. А, получается, коршуна охотится на ворону. Да, охотится либо преследует, да. Так, хорошо. Соня, пожалуйста, вторую. Как вы глагол прочитали еще раз? Тхюусин. Тхюусин. Так, понимаете, айгас – основа на гамму. Но в номинативе, то есть в словаре, мы должны искать на кси. Айкс – с коза. Да, а вот трагас – это получается козел. Да, но это второе склонение. Это обычное второе склонение – трагус. Давайте с подлежащим начнем. Подлежащие. Египтяне. Египтяне. Глагол. А вот Тхюусин. Сейчас я посмотрю, тогда перевод тоже. Да. Это короткое слово из трех букв. Короткий глагол из трех букв. Сейчас. Давайте. Тхюусин – приношу жертву, получается, да? Да, приносить жертву. Египтяне не приносят жертву. Да. Так. Таз. Таз – это какое число? Это pluralис – аккузатив. Какой род Таз? Женский. Женский род. Туз мужской, да. Египтяне не приносят жертву. Коз и козлов. Козлов. Огой. Арабес. Колос. Арабес. Извините. Арабес. А. Арабес. Колос. Хиппос. Рефусин. Да. Посмотрите. Слово арабес. Словари надо языкать. На пси. Арабс. Ну, понятно, кто это такие, да? Можно догадаться. Арабы. Арабы? Арабы – хорошие владельцы коней. Я так это правильно поняла? А вы сочиняйте. Сочиняйте. А давайте переводить. Давайте глагол Трефусин переведем. Трефусин. Это датив? Датив как питомцы? Смотрите, да, это похоже на датив, но на самом деле это глагол. Третьего лица множественного числа. Трефусин. Люусин. Пайдеусин. Что это значит? Трефу. Нашли? Ой, конечно, тут ужасно написано в Зарецком. Уплотнять. Нет. Главное значение Трефу – это вскармливать. Либо воспитывать, взращивать. Смотрите, третье значение Дворецкого. Не второе, не первое. Третье. Я понимаю, как вам тяжело. Я вот пытаюсь представить себя на вашем месте, как будто бы я не знаю ни одного слова, да? Учу только три месяца. Это тяжело. Трефусин, они как бы, ну, вскармливают, культивируют. Вскармливают хороших коней. Разводят, вот, разводят. Да, вот смотрите, вот эти два красивых слова, мюрмекон, каракон, они даны в косвенном падеже. А в прямом падеже, то есть в словарной форме, в номинативе, там будет мюрмекс, да, капа плюс сигма дают кс. И то же самое с вороном, коракс. Мюрмекс – это муравей, а коракс – это ворона. Точнее, ворон, да, наверное? Так, вот это слово, ну, сподлежащего гой некрой. Да, секундочку, я хочу пояснить. Смотрите, некрой – это прилагательное, но оно прилагательное, оно дано с артиклем. Вот прилагательное вместе с артиклем превращается как бы в существительное. То есть это не мертвые, а мертвецы, мертвецы, мертвяки. Трупы даже. Трупы есть лея, добыча. Добыча, да, какое склонение лея на альфу? Первое. Первое, либо можно говорить на альфу, да, если хотите. Да, мертвецы – это добыча, какая-то конструкция. Здесь разве есть какая-то конструкция. Да, здесь два номинатива, да, есть. Ну, я не знаю, как и называть, но знаю, что значит подлежащее с артиклем и что есть без артикля. Да, двойной, двойной именительный, двойной, дуплекс номинатив. Ага, дуплекс номинатив, хорошо. Мертвяки – это добыча. Добыча чья? Да, это добыча муравьев и воронов. Да, смотрите, артюган – новое слово, да? Естественно, надо в словаре смотреть не ортюг, а ортюгс. Я знаю. Перепел. Перепел, да. Значит, ну, биос-жизнь, поглюпанность – это, ну, многострадальный, многотрудный, там, тяжелый. Да, 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 да. И, значит, жизнь муравьев и перепелов очень такая тяжелая. Абсолютно верно. О, не, не, там, мадзите, тем, споден, тон, нермекон, кай тон, милитон. О, юноша, удивдаетесь по спешности. О, юнош. Да. Тут, знаете, тут, наверное, какая-то ошибка, да? Тут у нас юноша в единственном числе, а глагол во множественном. Давайте мы заменим юношу на юношей. Как будет? Нянян. Ай. О, няняй. Няняй. Точно, именно, именно, оно самое, да. Гой. Гой. И они, ну, тут не хуй, а тут неждометие. Это, это вакатив. О, юноша, восхищайтесь. Удивляетесь. Чему? Удивляетесь, хорошо. Удивляетесь по спешности. Дальше идет генитив. Мюрмекс и мелеса. Мюрмекс. Мюрмекс, да. Капа, задеязычная буква, да, капа, она в номинативе волшебным образом становится кси. Мюрмекс. Это, этот, подсказать, Илья Семенович? Наверное, лучше подсказать, потому что не получается сигма на конце. Давайте посмотрим. Не, 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 не сигмы. Там добавляется сигма, а получается не сигма, а кси. Давайте посмотрим. Мюрмекс. 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 Так. И следующее слово по аналогии? Не совсем, оно другого странения. мелиса. Это, это пчела. У юноши удивляющие поспешности муравьев и пчел. Не поспешности, а у сподея значение, знаете, настойчивость, рвение, усердие. Вот хорошее слово усердие. О юноши, восхищайтесь усердию муравьев и пчел. Да. Многие люди имеют длинные волосы. Хайтон Аллопекон Трихес Эрют Храйсин. Да, Трихес в словаре надо искать. Трихес это волосы, шерсть, да. Волосы либо шерсть, да. Хайтон Аллопекс, да, Аллопекс это у нас лиса. Я бы перевела так. Ну, как бы волосы, ну, шерсть, а лисы красные. Да, именно так и надо переводить, да. Надежда, давайте. Девятая. Гой гюпес, кай гой коракес, кай гай глаукес, туз онюхас и схероз эхусин. Так, гюпс коршун, коракс ворон и глаукс саван. Коршуны, вороны и совы. Дальше онюкс, да, здесь будет. Онюкс, да, онюкс. Что это такое? Ногти. Ногти. Крепкие ногти. Они имеют крепкие ногти. Имеют крепкие ногти, да. Коршуны, вороны и совы. Правильно. Наталья, пожалуйста, десятая. Это Хэмерон, то есть тэлэз, элхс, элхсио, элхсио. Элхсио. Это не Кси, простите. Это не Хэ, это Кси. Ой, не наоборот, не Кси, а Хэ. Элхия. Не Кси, а Хия. Элхия. Элхия. Элхия, койне, эн, потэ, это, Я вот эту букву всегда забыла как читать. Какую? Айт... 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 А, пси. Да, психология. Запомните слово психология. Психология. Айтхиопсин. Айтхиопсин. Так, под... Ну, ката это под, используется с генетивом. Да, но тут... Тут гомер, видите, это поэт, гомер. То есть согласно гомеру, вот так надо пирать. Или по гомеру, либо согласно гомеру. Эу... Эу... Эу-охи. Вот это довольно редкое слово, надо найти его в словаре. Найдете или помочь? Эу-охи. Сейчас постараюсь найти. Оно дано в номинативе, очень удобно. Просто можете прямо скопировать и вставить. Пир? Пир шестого. Пир шестого. Кой-не. Теперь смотрите, кой-не прилагательное. Кой... Сейчас. Ко и... Кой-нос. Надо искать мужской род, конечно. Кой-нос. Да, кой-нос. Кой-нос. Общий, касающийся всех. Общий, да. Общий пир. Общий пир. У кого общий пир? Для кого? Датив. Назад возвращаемся. В левую сторону. Получается, то есть, и оно согласуется с Теоис. А, общий пир богов? Богов. Общий пир у богов. Н по Т. Был. По Т. Здесь нет отрицания, поэтому я думаю, что когда липо... Да, когда-то, когда-то был. Значит, согласно Гомеру, у богов был когда-то общий пир, а теперь вот это слово Айтхеопсин. Кто это такие? Ну, можно догадаться. У нас был... Пушкин был какого происхождения? Помните, он любил пошутить даже. От кого он происходил? Александр Сергеевич? Я вслуху, если честно. Знаете, анекдот, как этот самый друг Пушкина пришел к Пушкину домой. И Пушкин голый его встретил. Он, что ты голый-то ходишь? Он говорит, а, у нас в Эфиопии все так ходят. Такой немножко российский анекдот, но он мог себе позволить, потому что он действительно был эфиопом вроде бы, да? На четвертку. Ну, это народ такой, эфиопы. И это как раз дать его с третьего склонения, получается? Конечно, да. Там появляется буква Пси. Среди эфиопов. Или рядом с эфиопами. Смотрите, у нас есть здесь предлог пара. Пара с каким падежом? То есть от Хеопсин. Какой это падеж? Да, Тиф. Да, Тиф плюралис, да. Значит, смотрите. Согласно Гомеру, у богов когда-то, по Те, был общий пир. Общее пиршество было рядом с эфиопами, то есть вместе с эфиопами у эфиопов. Поняла, вообще, в лучшую. Поняли вы морфологию? Падежи? Да. А как будет номинатив от слова эфиоп? Как будет один эфиоп? Эфиоп. Так. Сейчас. айтхиопси, ну вот это будет на конце только значок пси. То же самое, только без двух последних букв, айтхиопс. Давайте посмотрим, айтхиопс. Смотрите, третье склонение сложное, оно считается сложным, оно большое, в нем много типов, и оно само по себе сложнее, чем первые два. Вы еще будете долго путаться. Вот смотрите, айтхиопс. Кстати, видите, основа заканчивается не на пси, а на п. Все видят? Угу. П. Но в номинативе получается пси, и в дативусе плюралиса тоже пси появляется. Давайте посмотрим, как это выглядит. Так, это на дельту. А нам нужны какие? Вот эти, губные, да? Арапсин. Видите? То же самое. Или гюбс. Гюбс-гюпос. Гюбсин. Видите дативус плюралис? Там пси появляются. араб, арабос, араби, арабы и так далее. Но в номинативе и в плюрале седативе там пси появляются. Хорошо. Одиннадцатый читает кто? Кто следующий? Не я или я потом? Вы, вы. Правда, я не знаю, кто вы, но вы. Давайте. Кристина. Так, Кристина, пожалуйста. Давайте. Получается. Одиннадцатая. Так. Шаблон. Чего? Ну, парадигма. Парадигма. А, парадигма что такое, да? Ну, да. Я просто начала переводить с подлежащего. Правильно. Парадигма – это образец. образец. Ну, парадигма – образец. Но это не подлежащий. Это составная часть. Я уже не перевела как модель поведения муравьев человеку – образец. А нет, нет. Гэ? Гэ? Ну, и к какому слову она относится? А, можно энергия. Ну, энергия чья? Еще раз. Давайте подумайте. Ну, это же, получается, третий склонник. И вместо К должно быть КСИ. Да. И как это переводится? Вы неправильно. Первое значение? Не внимательно переводится. Еще раз. Переводите заново. А вы что сказали? Ну, я сначала сказала, что муравей. Что модель, что как бы энергия муравьев – образец. Блин. Еще раз. Что такое мурмайклос? Вы так не сможете текст читать, реально. Это генитив. Как переводится? Мюрмайклос как переводится? Ну, это как муравьев. Значит, в этом и прелесть греческого языка, да? Он вырабатывает внимательно. Значит, энергия одного муравья, одного. Есть что? Составная часть сказуемого. В конце. Вот это парадигма, да? Парадигма, либо амбразист для людей. Так. Ну, в итоге, правильно. Дарья, давайте вы, да? Или это... Правильно, да? Сейчас, Дарья, да? Вроде, да. Мець перестрашен. Ну, ладно. Гой теттигес тонн теттигон филой эсин, кай гой мюрмэкс тонн нюрмэкон. Мюрмэкес тонн мюрмэкон. 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 Помните, что только это теттигс и мюрмэкс? Теттигс не помню. Это кузнечик. Ага. Значит, это муравей. Кузнечики, друзья кузнечикам, как и муравей, муравьям. Да, да. Ну, я... Александр, да. Сен-триннадцатая. Гой антропой в сауфранас, ок акусин, таз булаз тонн кулакон. Да. Так. Соберон... Ксон. Дзон. Дзон. Да, да. Ну, это... Аллопекс. 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 Продолжение следует...